Это программа «Качество жизни». С вами доктор Зайцев. Здравствуйте! Ежеводно 1 декабря во всем мире отмечается день борьбы со СПИДом. Известно, что в настоящее время около 40 миллионов людей во всем земном шаре страдают этим заболеванием, которое обязательно сопровождается снижением иммунитета. Известно также, что этому заболеванию история насчитывает уже 35 лет. И только в 1978 году ученые определили локализацию эпидемий со СПИДом во всем мире. И уже через несколько лет после длительных изучений и теологии заболевания были определены пути передачи, которые, в общем-то, говорят о том, что заболевания и заражения происходят через кровь, через молоко при грудном вскармливании и, конечно же, половым путем. Конечно, за это время очень многое изменилось и в подходах, и в лечении, и в диагностике данного заболевания. И мы сегодня поговорим на эту тему, отдавая дань этому дню, который, в общем-то, наверное, не только является определенной или знаменательной датой в календаре, но это и скорбь по умершим от СПИДа. Сегодня у нас в гостях в студии главный врач областного центра профилактики и борьбы со СПИДом Оксана Ивановна Черненко и заведующая амбулаторно-поликлинической помощью или поликлиникой Екатерина Анатольевна Гукалюк. Вот мы сегодня поговорим об этих проблемах. Оксана Ивановна и Екатерина Анатольевна, я вас приветствую в студии. Спасибо, что нашли время для того, чтобы принять участие в этой программе. Ну, наверное, конечно же, первый вопрос к вам, Оксана Ивановна. Областной центр борьбы со СПИДом и профилактики со СПИДа. Скажите, пожалуйста, какие все-таки сегодня цели и задачи стоят перед центром? Вот чем он занимается и какова, в общем-то, ситуация в области, наверное, нашим телезрителям небезразлично узнать об этом? Дякую за запитание. Перш за все, чем перейти до завдань, которые выполняет областный СНЦ, я хочу отметить, что наш заклад – это заклад коммунальной властности области. В ньому працює 98 співробітників, з них 20 лікарів, 35 медичных сестер, ну и молодші медичные працівники без медичної освіти и допомежні службы. Сьогодні структура центру складається із стационарного відділення на 30 ліжок, амбулаторно-поліклінічного відділення, лабораторії діагностики віл-інфекції, опортуністичних інфекцій та інших захворювань, відділ моніторингу і профілактики моніторингу і оцінки. Якщо більш конкретно підійти, стационар, зрозуміло, займається стационарним лікуванням пацієнтів, у нас розгорнуто 10 ліжок паліативної терапії для віл-інфікованих осіб, амбулаторно-поліклінічне відділення, звичайно, це і профілактика, і консультування, і тестування, і проведення антиретровірусної терапії, і моніторинг ефективності лікування терапії, лабораторна діагностика на високому рівні в нас проводиться, в нас є унікальна апаратура, високоточна апаратура, і тому ми маємо великі можливості, які, до речі, в повному обсязі не використовуються, з причини, скажімо, і недофінансування, і з інших причин. Що стосується відділу профілактики моніторингу і оцінки, цей відділ займається якраз оцінкою епідеміологічної ситуації, займається реєстрацією наших пацієнтів, веденням бази даних, аналізом, прогнозом, і виробляє шляхи відповіді на епідемію. Ну, так, коротко, що стосується структури центру. Якщо зупинитись на завданнях, які виконує центр, це, звичайно, я вже зазначила відповідь на епідемію. Це і діагностика, це і профілактика, це і лікування пацієнтів, переадресація їх до інших закладів, співпраця з неурядовими організаціями. Найважливіше ще питання, це, звичайно, реалізація державної політики в галузі ВІЛ-СНІДУ, це підготовка і виконання, забезпечення виконання обласних програм. До речі, у нас в цьому році затверджена обласна цільова програма протидії ВІЛ-інфекції СНІДУ. Ну, якщо будуть питання, я готова розказати. Хорошо, ну вот, говоря сегодня о СПИДе, вы помните, что буквально в самом начале данную инфекцию или данную, в общем-то, патологию обозначили как чумой 20 века. Это было, конечно, связано с тем, что, ну, я уже коснулся кратенько, наверное, вы меня, в общем-то, дополните, в плане путей передачи. Они многочисленные, скажем так. Это не просто там капельно-вирусная инфекция, как при гриппе и так далее. Вот. Скажите, это по-прежнему сегодня висит, как домокло в меч, вот это обозначение, что это чума 20 века. Есть ли какие-то изменения или есть ли какие-то приоритеты в том, какой контингент сегодня превалирует и как можно этим управлять? Конечно, в минулому, в конце минулого столетия, это именно так было и обозначено, и першими пациентами, это, конечно, были наркозалежные люди, которые складали 75-80% от вилл-инфикованных. Сегодня, конечно, изменилась ситуация, наука и идет вперед, с ней и практика идет вперед. И сегодня вилл-инфекция рассматривается как хроническое инфекционное заболевание, которое, как и другие заболевания, хронические, мое периоды загострения и периоды ремиссии. Сегодня просто важливым тем, как быстро диагностировать вилл и насколько быстро пациент доходит до специализированного заклада. И с проведением антиретровирусной терапии с 2004 года абсолютно изменилась доля таких людей. При выполнении рекомендаций, при прибыльности до терапии, они сохраняют и працездатность, остаются в социуме, и в семье, имеют поддержку и общества, и семьи. Поэтому важно отношение пациента до состояния своего здоровья. И, конечно, медичная склада – это свояческая диагностика, взятие на облик и проведение адекватного лечения. Поэтому я бы не говорила сегодня, что это чума 21-го и 20-го. Я бы говорила про то, что это хроническое инфекционное заболевание, это состояние человека, с которым нужно научиться жить. Так же самое, как жить с сухарным диабетом, как жить с артериальной гипертензией, как жить с гепатитом и многими другими заболеваниями. Ну вот, мне импонирует Ваш ответ в том аспекте, что наша программа, в общем-то, и предусматривает нести пропаганду для людей, чтобы сохранить качество жизни при тех или иных заболеваниях, естественно, и при ВИЧ-инфекции, и при СПИДе в том числе. Вы вот сейчас коснулись, что наиболее важным моментом является, естественно, ранняя диагностика. И у меня вопрос, естественно, к Екатерине Анатольевне. Вот амбулаторно-поликлиническое отделение, которым Вы заведуете, скажите, пожалуйста, этот контингент людей приходит к Вам добровольно или их направляют? Или Вы только занимаетесь именно мониторированием тех, у кого уже установлен диагноз? Нет, Вы знаете, двери нашего амбулаторно-поликлинического отделения открыты абсолютно для всех. И поэтому к нам приходит абсолютно разный контингент больных и просто людей, которые хотят удостовериться в том, что есть у них в крови, скажем, наличие вот именно вируса иммунодефицита человека. Поэтому больные у нас могут сдавать как с направлением и точно так же анонимно. То есть у нас нет абсолютно никаких предубеждений ни к кому. То есть если человек изъявил желание, пожалуйста, придите, сделайте. Вам сразу же проведут дотестовое консультирование, послетестовое консультирование, так как это положено, и подскажут, когда и через сколько, допустим, подойти, повторить анализ, если это действительно необходимо. Точно так же приходят больные уже с направлениями. И мы уже конкретно занимаемся данными больными в зависимости от того, от кого доктор пришел, с чем он пришел, с каких клиническими проявлениями. И дальше мы уже смотрим по результатам. Екатерина Анатольевна, в связи с этим еще такой вопрос. Мне кажется, что это было бы полезно знать нашим телезрителям. Вот раньше в венерологических диспансерах осуществлялась диагностика анонимно, анонимные кабинеты. Скажите, это на правах анонимности тоже может человек выполнить? Это первая часть вопроса. И вторая, наверное, не безинтересно людям знать, это исследование платное или бесплатное. Нет, ну что вы, у нас исследования на ВИЧ-инфекцию вне зависимости, анонимно или по направлению от какого-то лечебного учреждения, конкретно от любого доктора, это все анонимно. То есть все бесплатно, поэтому, пожалуйста, нет проблем. Ничего, у нас все обеспечивается, наш центр обеспечивается абсолютно всем. Это обусловлено целевой программой, о которой сказала Оксана Ивановна? Обеспечение, да, реактивами, да, лабораторной диагностики. Так ведь, да, потому что больные, в общем-то, часто сегодня сталкиваются с тем, что ряд исследований лабораторных, за которые нужно платить, потому что финансирование во многих лабораториях, в общем, не осуществляется на реактивы. Петр Петрович, если позволите, я добавлю по закону обстеження на ВИЛ-инфекцию безкоштовное. Звичайно, что финансирование СНІ-центра, как и любого другого заклада, сегодня не обеспечивает 100% потребность. И, в принципе, мы заклад третьего уровня надания медической помощи, и в большинстве пациентов, которые до нас перебывают, уже те, которые даже перебывают у нас на обліку, они из регионов, из районов, вернее, из других закладов, до нас приходят на консультацию наших специалистов. И с результатами обстежений за местом проживания. Потому что пациент, который перебывает на высококактивной антиретровирусной терапии, есть у нас национальный протокол, который обязывает, ну, с певною кратностью, проводить такие достижения. Меня интересовал вопрос именно о первичном обращении. По СНІДу это все безкоштовно. Если говорить про другие анализы, мы также стараемся по максимуму проводить безкоштовно, на что нам вытрачают деньги. Но не секрет, наши пациенты понимают ситуацию и помогают нам, мы принимаем благодейные деньги, соответственно, законодательства, которые вытрачаются, как правило, на покупку тест-систем и на другие заходы, которые предоставлены для надания помощи пациентам. Екатерина Анатольевна, я хотел бы, чтобы вы продолжили еще вот такую тему. Опять же, я думаю, что это необходимо знать нашим телезрителям, чем отличается ВИЧ-инфицирование от СПИДа. Это первая часть вопроса. И как раз именно в связи с этим. Со СПИДом мне понятно, и, наверное, всем остальным понятно, что, да, они находятся под мониторированием и в определенное время приходят, тем более те больные, которые получают антиретровирусную терапию. И именно я про первичных говорю. Какие сложности в обследовании, я имею в виду в объеме, в постановке диагноза, и как реагируют, в общем-то, больные, которые пришли к вам в надежде, что не подтвердится, а это подтверждается. Кроме того, что вы им выносите этот приговор, какую еще работу вы проделываете с этими больными? Ну, спасибо, конечно, за вопрос. Вопрос, скажем так, сложный. Я хочу сказать, что когда больные получают подтверждающие анализы, конечно, они надеются на все самое хорошее, но иногда в нашей жизни бывает не все так, как мы этого хотим. Поэтому в кабинете находится психолог, который проводит после тестовое консультирование, и сразу больной направляется в кабинет к доктору, который проводит с ним беседу и проводит психологическую, скажем так, беседу, и полностью объясняет все, что больному необходимо по поводу ВИЧ-инфекции. Ну, учитывая ваш вопрос, что такое ВИЧ, что такое СПИД, я хочу прежде всего напомнить нашим телезрителям о том, что вирус иммунодефицита человека, который когда-то попадает в организм тем или иным путем, он прежде всего разрушает иммунную систему. И этот вирус циркулирует в каждом организме абсолютно по-разному. Все зависит от условий быта, от условий, скажем так, жизнедеятельности самого человека, образа жизни, от образа питания, условий питания, о том, какими вообще даже заболеваниями человек болел раньше. Даже от того, какая закладка была еще родителями, поэтому от той иммунной системы, которая была дана родителям, и поэтому вирус иммунодефицита человека в организме, он может циркулировать десятилетиями, и поэтому человек может жить. Мы встречаемся к телезрителям, которые нас слушают, или же, допустим, к больным, которые к нам приходят, о том, что, пожалуйста, придите, сдайте анализ, проверьтесь. Лучше мы скажем, что там ничего нет, чем о том, чтобы, допустим, были какие-то неурядицы. Поэтому вирус иммунодефицита человека съедает иммунную систему организма, естественно, проходит иммунитет, снижается, годы проходят. В каждом организме из нас есть все, что угодно, скажем, есть туберкулезная палочка, есть менингит, есть дифтерия, есть абсолютно все, все инфекционные, скажем так... Весь бактериальный пизострисутствует. Абсолютно. Поэтому как только где-то снижается иммунная система организма, и у каждого человека у нас есть какие-то точки приложения, где-то что-то не так. И поэтому начинают у нас выползать на первый уровень, уже начинаются какие-то бактериальные инфекции. То есть идут первые проявления клинической ВИЧ-инфекции. Поэтому ВИЧ-инфекция может быть первой стадии, второй, третьей. И уже только на последней, четвертой клинической стадии, которая называется СПИДом, уже тогда идут полностью все оппортунические заболевания. То есть присоединение каких-то вирусных, инфекционных патологий, злокачественных новообразований. Поэтому вот это есть СПИД. Четвертая клиническая стадия. А так люди могут жить десятилетиями понятия об этом. И все-таки мне бы хотелось вернуться. Скажите, пожалуйста, какой контингент пациентов превалирует при амбулаторном обращении? Это люди, которые заразились при помощи каких-то медицинских манипуляций? Или все-таки это социально-бытовые, типа половым путем? Да. Вы знаете, в последнее время это действительно социально-бытовые, скажем так, путь передачи в основном. И если, скажем так, наркозависимые еще лет 10-20 назад брали первенство, то сейчас это абсолютно наоборот. Поэтому каждый раз призываем как бы к сознанию молодежи о том, что лучше лишний раз... Более ответственно относиться к себе, конечно. ...своему здоровью, поэтому лучше лишний раз себя чем-то обезопасить для того, чтобы не подвергаться риску заражения ВИЧ-инфекцией. Вот я не зря просто об этом спросил. Дело в том, что хочется, чтобы люди понимали, на чем должны быть расставлены акценты. Социальные проблемы, они остаются на совести каждого из нас, как мы относимся к своему здоровью. И должны просто знать, что за этим стоит, какие есть угрожающие нашему здоровью и жизни подчас именно заболевания. Поэтому тут надо откровенно говорить, что чаще всего или в большей степени это все-таки ответственность должна ложиться на самих пациентах. И в частности, вот то, о чем вы сказали, нужно обратить внимание именно для молодежи. И даже не для того, чтобы мы устрашали, в общем-то, наших телезрителей. И все-таки, давайте, если есть какая-то статистика по области в отношении того, сколько умирает людей от СПИДа сегодня, при всем при том, что это, как вы сказали, хроническое заболевание, управляемое. При наличии антиретровирусной терапии можно достичь определенной стабилизации в состоянии, и тем не менее, все равно от осложнений больные могут погибать. И нужно, чтобы об этом люди и знали. Мы готовы друг друга дополним. Пожалуйста. Сегодня на учете в нашем центре состоит 7 780 пациентов ВИЧ-инфицированных. Но если взять к вниманию рекомендации Всемирной организации здравоохранения, только 55% пациентов знают о том, что у них ВИЧ-инфекция. То есть, у нас фактически находится 50% от тех, кто реально действительно больные. Другая половина наших пациентов ходит с нами вместе, работает с нами вместе, учится с нами вместе, но не знает о том, что у них ВИЧ-инфекция. И, конечно, важно выявить именно эту группу пациентов. В терапии у нас 525 детей на учете состоит. 525 детей. 525 детей. Из них 21 ребенок болен с ПИДом. Но не все дети, которые состоят на учете с ВИЧ-инфекцией. У нас есть определенный процент детей. Это приблизительно 190 человек, детей до 18 месяцев, диагноз которых не подтвержден. И, конечно, большинство из этих деток, они здоровы. Они просто рождены от ВИЧ-инфицированных женщин. И в процессе, благодаря тому, что эти мамы получили вовремя лечение, дети тоже получили профилактику, эти детки оказываются через 18 месяцев окончательное обследование, заключительное, эти детки здоровы. Небольшой процент, только трое, четверо детей оказываются потом в дальнейшем нашими пациентами. Ну, вот несколько слов о группе риска. Нужно сказать, кто представляет собой сегодня группу риска? Вот кто из вас может сказать хотя бы... Обе. Да, нет, пожалуйста, нет. Екатерина Анатольевна, пожалуйста, вам слово. Вам слово. Вы же как раз именно с большей частью именно профилактические мероприятия проводите именно с этой категорией людей. Так ли? Конечно, к группе риска относятся люди нарковозависимые. Это все равно те, которые употребляли когда-то внутривенные инъекционные, скажем так, наркотические средства, и те, которые, как скажем, уже, может быть, и бросили, но все равно где-то тут облетированные какие-то остаются, и все. И это достаточно немаленькое количество людей. К группе риска относятся лица, скажем так, у которых семейное благополучие не очень хорошее, подростки, которые растут в таких семьях. Поэтому, ну, вот такая у нас группа риска. Я дополню. Да, пожалуйста. Ну, если следовать нормативной базе, к группе риска относятся действительно люди, если можно, я украинской мовой буду говорить. Да, ради бога, пожалуйста. Люди, которые употребляют наркотики, и их статевые партнеры. Люди, которые занимаются коммерциейным сексом, и их статевые партнеры. А также мужчины, которые практикуют сексуальные отношения с мужчинами, ну, и, конечно, их партнеры. В певных условиях, абсолютно согласно с Катериной Анатольевной, за деяких условиях, суди в эту группу риску могут быть отнесены и бездомные граждане, и дети в улице, и подлитки. Ну, мабуть, теперь и внутренние мегранты населення, яке пребывает из известных наших Схидных областей. Тому на эти категории населення особлива увага. Под пильным нашим наглядом и, скажем, таким прискипливым обстежением, обовязково доноры, обовязково кадровые доноры, теки систематично. Это тщательное обследование, прежде всего, да, доноров, да. Ну, и, конечно, вагитные. Вагитные, и желательно обследовать не только вагитные, поскольку инфекция имеет иммунологичное векно, желательно обследовать и мужчин, этих женщин, которые собираются родить детей. С таким контингентом мы их называем ключевые группы, с ними в основном мы работаем. Ну, самое главное, что совершенно четко сегодня обозначены эти категории, и самое главное, что именно к ним применяются определенные меры. И, как вы сказали, и разъяснительная работа, да, и психологическая поддержка, и какие-то, ну, и уже дальше, как мы с вами говорим, если уже это выявляется, и сегодня есть возможность провести антиретровирусную терапию, которая, в принципе, дает возможность людям иметь, ну, компенсировано жить, в общем-то, да, и сохранять определенное качество жизни. Это немаловажно сегодня. Вот. Я как раз именно вот так и хотел, чтобы мы сегодня, не запугивая наше население, а именно донесли степень важности данной проблемы. И не зря, наверное, вся мировая общественность озабочена этим. Вы вспомните, когда это все-то начиналось. Это была колоссальная паника. Многие не верили в это, что это когда-то коснется нас. И вдруг оно вообще распространилось по всему миру, и это стало общей проблемой и медиков. Но нельзя все сбрасывать на плечи только медицинских работников. Они простирают свои руки, они пытаются чем-то помочь, и не чем-то. А уже сегодня за 35 лет очень многое изменилось в тактике ведения этих больных, правильно? Конечно. И мы сегодня сталкиваемся в любом соматическом учреждении многопрофильном, куда попадают эти люди, и в том числе и группа риска, и в экстрагенитальной патологии, в пульмонологию с пневмониями, с тяжелейшими, правильно? Вот. Поэтому есть возможность сегодня и предотвратить, и упредить. Петр Петрович, так мы наоборот рады абсолютно всем, кто приходит к нам, и мы вот, учитывая сегодняшний телеэфир, я хочу как бы обратиться к телесрителям, чтобы они, если те люди, которые знают о своем статусе, чтобы они не теряли времени, пока у нас есть возможность им помочь. Потому что, когда проходит 10 лет, и когда у больного уже практически не остается иммунной системы бороться со всеми теми инфекциями, которые вызывают температуру 40, которые, не дай бог, какие-то злокачественные образования, еще что-нибудь, а зная свой статус, можно прийти к нам обследоваться, и потом доктор скажет, что тебе делать дальше. Это не обязательно начинать получать антиретровирусную терапию. То есть, необходима просто консультация доктора. И, прежде всего, хочу сказать, что никто никому не сообщает ни на работу, ни в участковую поликлинику, никто не берет там телефон и никому не перезванивает, ни родственникам, ни соседям. Поэтому, чтобы больные те, которые знают свой статус, приходили к нам и ничего не боялись, и не ждали 10 лет, когда кто-то им поможет к нам прийти. Оксана Ивановна, ну и ваше последнее слово, пожалуйста. Пожалуйста, мы заканчиваем нашу программу. Я хочу обратиться к здоровым, оставаться здоровыми. Хочу обратиться к тем, кто знает о своем вилл-статусе и еще к нам не пришел прийти. Тем, кто употребляет наркотики, кто работает в коммерческом сексе, кто выбрал такой образ жизни. Ну что ж, мы все разные, но мы имеем право все на жизнь, имеем право на работу, имеем право на уважение в обществе, соблюдение своих юридических прав. Поэтому это ваш образ жизни. Но помните о большом риске инфицироваться, используйте средства защиты, обращайтесь к нам за помощью, наши специалисты проконсультируют, как это сделать. Ну, а кто уже заболел, я думаю, что ваша приверженность к обследованию, к терапии, сотрудничество с нашим учреждением обеспечит вам здоровую жизнь, полноценную жизнь. И вы останетесь в обществе полноценными его членами. Ну что ж, мне остается только выразить свою признательность, Оксана Ивановна вам, и Екатерина Анатольевна вам, и сказать нашим телезрителям, сегодня у нас в студии был разговор, посвященный такому важному заболеванию, довольно-таки грозному, но заболеванию, которое подлежит сегодня, прежде всего, и контролю, и, самое главное, профилактика. Помните об этом, мне остается только попрощаться с вами, и сказать вам до новых встреч, и качество жизни, даже при таком заболевании, как ВИЧ-инфицирование, оно находится в ваших руках. До свидания, до новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok